привет друзья подписчики моего канала просто зрители сегодня хочу вам показать очередной рецептик свой и делать мы будем сегодня толстолоба горячего копчения и сейчас я вам кратенько расскажу маленький кратенько расскажу маленькие скажем так принципы рыбы горячего копчения этого толстолоба я вчера разделал и вечером уже натер солью и сразу же вывешивал его на балкон чтобы он у меня обсох рыбка должна быть сухая дело в том что если вы будете коптить сырую рыбу достали допустим из воды в распороли и и начали коптить она у вас будет не копченая а вареная сейчас видите на полностью вся отсохла у меня соль впиталась чешую я не снимал шкурку мы есть не будем потом и когда шкура чешуя остается на шкуре рыба получается гораздо сочнее попробуйте и почувствуйте разницу как говорится так ну и так как сейчас лето жара вода теплая то рыба не очень хорошего качества на маленько отдает и вам так и поэтому мы у тебя знаете что сделаем здесь меня видите пучок зонтики укропа и пучок петрушки и часу да еще добавлю цедру лимона там лимона туда не нужен только цедру и крошить мне тоже не будем потому что там кушать не будем нам нужно только чтобы она отдала аромат свой мы сейчас не им цедру чтобы она нас все запахи ароматы от петрушки укроп чека лимончика питались в рыбку изнутри смазать ее чечни на чешую что-то там сыпать без боли это бесполезно что чешуя пищи не пойдет и смысл от этого никакого вот цедру крупно режем том что тоже мы и кушать не будем она нам не нужна нам нужен только ее аромат сейчас эту зеленюшку цедрой чуть-чуть присолю поперчу душистым перчиком запах пошел от лимона и помнем эту свет зеленюку чтобы ароматы все начали соединяться и работать так сказать видите когда мы помялись с этим солью зелень начиная химическая реакция и зелень раскрывается вот смотрите что получилось видите когда вкусняга и все это добро мы сейчас засунем рыбки у брюшка прямо как это в пищу не пойдет нам уже только аромата всей этой зелени все этой вкуснотыщи и она все впитается изнутри знаете как пахнет здорово тут лимона петрушкой кто готовит узнает все рыбка готова сейчас мы ее вложим шарабан если разве огонь увожу ее в шарабан и покажу что будем дальше делать не переключайтесь смотрите и увидите результат как коптить я буду на грушевых ветках просто у нас здесь на даче нарвал грушу и для того чтобы капучий жир не горел нужно накрыть эти ветки обязательно фольгой чтобы капать и будет гореть и рыба будет маленько горчить от этого накрываем ее фольгой затем устанавливаем решеточку и на решетку также укладываем фольгу для того чтобы просто было удобнее потом вытащить эту рыбу все можем укладываем рыбку на фольгу все готово помните после вчерашнего барбекю у меня осталась ароматная маслица остренькая я маленько его полью на рыбку размажу сейчас его листиком от груши чтобы руки не марать но это не важно просто так растираем маслица придаст рыбке такой приятный 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 вкус маленько острый и колер будет красивый цвет добавится еще плюс ко всему ну как бы и все сейчас закрываем шарабан разводим огонь и продолжим уже сейчас с маленькой косюра зажгем прогорит и мы продолжим так вот смотрите угли огонь дрова прогорели остались угли на сильно на сильный огонь шарабан не ставьте началась рыба просто сгорит сейчас они подгорят маленького но уже нормально температура не такая сильная как на открытом огне маленького поправить нужно и нужно будет ставить шарабан ставим шарабан и все и забываем примерно на нее минут на 20-25 это не подсказали мои подписчики друзья что рыба лучше не трогать 25 минут не открывать ну так и сделаем посмотрим что получится ну а пока наш толстолок там запекается в шарабане давайте подготовим вот у нее тут еще есть пару рыбок это кита и тоже я хочу покоптить видите она помытая чистенькая все оба мы добавляли смесь вместе с петрушка укроп и выдавим на нее немного лимонного сока не лейте лимонный сок на саму рыбу чтобы лимон ее не начал варить раньше как у начали варить ее сами но мы добавляем ее на зелень зелени у нас все это хорошо пропитается сейчас даст сок и не так сильно это будет разваливать рыбу три час на маленько постоит напитается этими соками всеми и мы к ней праве мы к ней снова вернемся друзья прошло примерно 25 может быть чуть меньше чуть больше минут я ошибка там не засекал время посмотрим что получилось самому интересно вау ребят но это круто чем сказать смотрите какая рыба какого цвета по-моему очень здорово выглядит а пахнет просто божественно когда открыл ящик сразу в нос ударил запах укропа и лимона лимонной цедры пахнет класс рыбка сухая сверху как видите никакой в жидкости на поверхности рыбы нету и поэтому такой цвет классный но вся влага осталась а внутри рыбки вот здесь подрядите на сухая абсолютно абсолютно сухая а если отрываем плавничок я вам покажу как что-то внутри у нее творится горячая зараза сильно вот отрываем шкурку подымаем сейчас ножом подому смотрит видите там внутри сочная белое мягкое мясо очень здоровская штука получилось попробуйте рекомендуем так ну ладно сейчас мы будем делать еще лососей так что хочу вам порекомендовать одну такую маленькую фишку которая ваше блюдо подымет на совершенно другой уровень и вас как повара в глазах ваших гостей вообще просто внесет на небеса это лимон вот так полить бы просто банально соком лимона рыбку конечно вкусно но скучно и обыденно возьмите шампур наденьте на него лимон без цедры кусочками так на четыре части разрезали одели и сейчас я пока там жарится запекается у меня лосось я эти лимоны просто несколько буквально пару минут обжарю на костре на углях сахар выделиться на поверхности он зарубить за крым карамелизуется и и при сочетании с лимонным соком это будет просто бомбически совершенно новый вкус попробуйте и горюла уверяю вас это будет классно и вы не пожалеете вот лимончики поджарились буквально несколько минут видите они закарамелизовались там что-то маленького подгорела но ничего страшного не только только будет только лучше будет а вот видите на самом лимоне черные подпалинки вот это уже не что иное как подгоревший сахар лимоны стали мягкие из них и из них течет сок улите не кипят у меня гадал полетел таким вот лимонным соком вашу рыбку это будет просто что-то но это надо попробовать словами я могу так объяснить передать многие повара эти эту фишку знаю но почему-то не шибко то это дело афиширует не знаю я такой нигде не видел лейте ее и у вас будет взрыв вкуса просто вот бомба это будет не рыба настоящий шедевр суверяя совершенно другой вкус более насыщенный ну вот прошло 25 минут лососи которых китая которые вложил шарбан готова толстолобика поставил на спинку и у него колер получился с нижней стороны для того чтобы соки которые у него там внутри не вытекали через брюшко спускались ему в спинку и пропитывали его изнутри там еще все эти процессы идут он еще горячий и когда все это стекает чтобы она распределилась равномерненько по спинке и пропитала всю рыбку будет просто ну так будет вкуснее намного я так думаю давайте посмотрим что он же у нас теперь шарабань в шарабане у нас вот что наши лососики китинки подошли ну смотрите какой цвет что я могу еще сказать по моему неплохо выглядит тоже видите рыбка была сухая одна а вторая была маленько мокрая вот обрадите внимание как выглядит сухая она абсолютно ровный колер на нее цвет и ванта была маленько сыроватая плохо обдула она маленько пятнами такая ну вот на вкусе никак не отразится просто на внешнем эстетический внешний вид маленько такой не очень красивый ну а так в принципе все здорово круто он видите мягенькая сочная с окном булькает текет вытекает из нее все отлично я светом все выложу на листик хрена и покажу как это вот все выглядеть в общем не переключайтесь все что я хотел вам показать сегодня показываю смотрите вот такая кита вот такой вот у меня толстого сейчас я вам покажу что внутри его этого толстого оба часа тихонечко подрежу шкурку ему на спине и маленько его так приоткрою слушать хрустит под ножом не слышно камера тут ветер шумеет не шибко слышно смотрите открываем и смотрим что же у нас внутри шкура снимается целиком потому что мы его подвяли и она остается очень хорошо без проблем практически мухи тут налетели теперь смотрите отрезаем вот это белое сочное мясо берем кусочек лимона сбрызгиваем его соком ну я думаю дальше и рассказывать уже не стоит и не буду больше дразнить все на этом я заканчиваю свое видео это очередное видео всем кому понравилось ставьте пальцы вверх кому не понравилось пальцы вниз не забывайте подписываться на канал самое главное пишите свои комментарии кому что непонятно ну и все нажимайте колокольчик и вы никогда не пропустите новое видео на этом всем на этом я с вами прощаюсь всем пока до новых встреч в новых видео все до свидания